Бил ее гранату, буквально по внутреннему сепаратору, вот поэтому надставил надставку и она пошла. Все, вот он стопор. Снимаем пыльник. Моем всю гранату, вычищаем. Гранату я помыл, вот так вот она выглядит вся, вытираем вал. Вдеваем новый пыльник. Вот у него место посадочное есть. И выдавливаем смазку. Набиваем здесь частично в гранату и остальное выдавливаем в пыльник. Меслина. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Одеваем наш привод на вал Даже бить не пришлось На стопор она села сама Все Одеваем второй Второй Получается Будет старый Подписывайтесь на канал Так, ну все, второй отдел Берем наш привод И вставляем его В редуктор Аккуратно, чтобы не повредить сальник Проворачиваем Все У нас защелкнулся Теперь берем И устанавливаем Нашу цапку Добавляем Субтитры сделал DimaTorzok Берем Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Получается мы наживили обе шаровые, ступицу и рулевую тягу. Все это затягиваем. Все протянул. Вернем наш дайку на приводе. Собираем наш суппорт. Мажем вот такой высокотемпературной смазки. Этого я тойотовскую сюда выдавил. Немножко мажем пыльники внутри, где направляющая ходит. И здесь немножко мажем. Все нормально ходит, не закусывает. Одеваем пыльники на пальцы оба. Один и второй. Так, вот отдели. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Диск. Закручиваем вот этих задних два болта, которые у нас держат суппорт. Так же закручиваем вот эту гайку направляющую. Диск. 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 И снимаем ступицу. шпильки я тянуть не стал их можно было порвать я их снял и сзади запрессовал номер шпильки 90 10 070 201 это номер шпиля а это номер гаек новых 90 10 070 002 а три ноля это гайки сейчас откручиваем вот эти гайки на 15 вытаскиваем болты и снимаем цап и все вот она у нас она снимается легко саленблоки скрипят но это можно и силиконом побрызгать можно не брызгать оставить так как оно и есть когда они выработаются мы их заменим да и все сейчас мы также привод снимаем и перебираем пыльник я думаю что он здесь выдернется с редуктора масло я солью потому что здесь пробочка выше масло побежит у нас шестигранник у нас на сливной пробке восьмерочка защиту можно не снимать его под защитой видно масло чистенько воды нету редуктор герметичный но мы все равно его заменим пусть пока стекает снял кому ты здесь видно что пыльник у нас сместился он сидел не на своем месте или может быть его собрали так его быстрее всего собрали так здесь пыльник вборван уже давно поворота нету поэтому шрус не захрустела так здесь грязно вот так вот опускаем его и во внутренний сепаратор надставляем надставочку и пару ударов у меня у нас ходит и моем чистим все заменил пыльник поставил новый смазку промыл гранат все здесь внутренний шрус вот такой здоровый протер немножко вокруг сальника теперь вставляем аккуратненько заводим привод и защелкиваем его в редукторе вставил на место теперь ставим на место цапфу и ступицу все все и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Затягиваем Все, затянули мы цапку, ставим ступицу И закручиваем гайку ступичную Гайка на 27 Затягиваем Сейчас покажу как я затягивал То есть как откручивал Точно таким же образом И затягиваем Через садфу Держу ступицу Но ничего не ставил Поэтому затяну по старому Как было Шплинтон Вот видно старый шплинт Шплинтуем Все, здесь мы пыльник тоже поменяли Теперь мы откручиваем Втулку стабилизатора Головка здесь на 13 Я предварительно болты Сорвал Болты здесь коротенькие Вот такой вот болтик М8 Все, с той стороны я так же открутил Поднимаем скобу И снимаем Втулку Она разрезная Здесь до конца она не разрезана Сейчас возьмем Разрежем ее Новая втулка Вот такая Номер ее 90 10 06 3 0 3 Нет Это разрезанная Втулка Вот на сбоку Эту сейчас Дорезаем И снимаем Срезал я старую втулку Затираем здесь маленько И одеваем новую втулку Разрезаем назад Резьбу помажу Резьбу помажу И наживляем оба болта Пока мы их не затягиваем Меняем со второй стороны И потом уже протягиваем Берем вот такую смазку Нано протек Супер изолятор И пробрызгиваем Вот я здесь побрызгал У нас коммутатор стоит Все пробрызгиваем Все соединения Где увидим Электрические Пробрызгиваем этой смазкой Сейчас берем Открываем сиденье Сиденье здесь у нас Сзади защелка есть Нажимаем ее И поднимаем сидушку Сидушка таким образом снимается Открутил кожуха Саморезы С двух сторон И с одной И с другой стороны И снимаем Вот эти Боковые накладки Сейчас заменим Свечу зажигания И поменяем Воздушный фильтр Также снимаем Накладку с другой стороны И снимаем Вот эти болты Откручиваем Головочка на 8 Снимаем вот эту крышку Так, ну что Все разъемы Пробрызгал Который увидел Открутил сверху Два болта Снимаем вот эту скобу И уже сможем Снять крышку Воздушный фильтр У нас здесь Шноркель стоит Выведен наверх Откручиваем Хомут И снимаем Теперь Отщелкиваем защелки Поднимаем крышку Вот наш Воздушный фильтр Он здесь Сидит на конусе Откручиваем Фиксирующий болт Сверху Крестовой отвертый Это вот он Он фиксирует Фильтр на конусе Здесь пластиковый конус Фильтр идет Пропитанный Его можно Постирать Но видно Что Воду хватало Все-таки Мы его меняем И он уже Расклеился Почему-то Берем новый фильтр Оригинальный CFMoto 01-80-11-20-A-0 Разрываем Пакетик Он идет Как я и говорил С пропиткой Он здесь Склеен Вот он у нас И разорвался Одеваем Его на конус И устанавливаем На место Все фильтр Установили Ставим С nonprofit Итог Он Игра В Игра Ставим Игра Еще Он Игра Харпин Игра Выглядит это вот так вот Все, здесь мы закрываем и закручиваем И будем снимать верхний вот этот кожух Чтобы нам заменить свечу зажигания Также мы снимем сейчас вот верхнюю нашу рамку На которую у нас подушки все крепятся Для этого мы вот здесь вот откручиваем гайки То есть болты на 13 А спереди, сейчас покажу Спереди вот я один открутил, второй Болты на М6, головка на 10 Разъединяем разъем поворотов Слева и справа И снимаем ее Сможем уже открыть вот эти клипсы И снять переднюю крышку Для чего нам надо снимать крышку Чтобы открутить здесь саморезы Чтобы снять крышку бака И добраться до радиатора До пробки радиатора Посмотреть в каком состоянии у нас антифриз Какой уровень То ли заменить его, то ли долить его Продолжаем Редактор субтитров А.Семкин